сегодня у нас программе общественный деятель писатель и много-много другое николай виктор стариков наша встреча посвящена в основном вашей книге да это какая книга по счету 21 она вышла в октябре 2023 года но к сожалению становится все более актуальным на фоне перехода противников россии формата открытой террористической войны против нашей страны уже по образованию инженер я инженер экономист не могу сказать что экономика это предмет моего интереса вот предмет моего интереса это история поэтому научно-популярные книги биографии мемуары вот это читаю захлеба интересный так было всегда сколько я себя помню почему могут не знаю диплома историку меня нет и наверное это хорошо потому что историки это специальная каста которая подчиняется определенным правилам правилам законам да и это пусть они уж на меня не обижаются немножечко их кругозор суживает в каком смысле задача историка решить историческую задачу вот отнести какому-то периоду установить точную хронологию событий изучить как чего поэтому нужны здесь доказательства бумаги и так далее но история это всегда слепок с политики но история не существует сама по себе да вот хамурапи взял и написал свод законов он же после этого объявил кому-то войну кого-то казнил кого-то назначил принял какие-то политические решения не только внутри своего царства но и с соседями правильно правильно и так всегда и когда историки пытаются анализировать забывая о политике то мотивация принятия решений она забывается но кто войну начинает политики военные и реализуют политики поэтому главное мне кажется вот соединить в одном экономику политику военное дело историю и тогда ты начинаешь понимать почему такое решение принято ну я просто приведу примеру знаете когда никто не может что-то объяснить тогда выдумают какой-то клише например адольф гитлер хотел захватить весь мир ну это когда начинаешь избирать факты это не так гитлер хотел захватить советский союз и на уничтожить население советского союза это так великобритании он хотел договориться оккупация там дании или норвегии его к этому вынули те же самые англичане а уж какой весь мир антарктида соединенные штаты да собственно говоря таких планов германии то никогда и не было это не к тому что мы их оправдываем а к тому что вот за таким каким-то широким мазком начинаются попытки скрыть кто привел его к власти но гитлер был приведен к власти англичанами и американцами немножко французами но большей степени англичанами он и не хотел с ними воевать никогда хотел с ними быть на равных договориться что его в итоге и изгубило потому что нападение гитлера на советский союз это по сути спасение англии от ее неименуемой участию в которую ну там определенные исторические события и и завели ну вот классный руководитель был историк да и она всегда говорила что история это спираль она всегда повторяется разница только в эволюции человека позволю себе не согласиться с вашей уважаемой учительницы она говорит что история это спираль разница только в эволюции человека никакой эволюции человека не существует ну во-первых эволюция человека в смысле как придумал ее англичанин дарвин ну не существует это одна из на мой взгляд анти ну анти научных даже это наверно не то слово одна из теорий которые было призвано увести человечество в сторону зерох создал человека и обратите внимание именно британский псевдоученый изучить его биографию вообще не ученый ни разу про сообщение не ученый ни разу придумал эту теорию карл маркс живу в британии тоже придумал одну теорию которая стоила нам российской империи но почему-то британская империя на империи не стоила вот удивительное дело до сих пор там корона существует то есть я хочу сказать что эволюции нет ни в смысле дарвиновском не смысле социальном нет к сожалению тут вот мы можем с вами говорить о человеческом характере но советском союзе человека воспитывали иногда применяли насилие чтобы двинуть его в нужную как считали большевики сторону у них много чего получилось но как же так воспитывали воспитывали а получились горбачев ельцин чубайс и и и как нету никакой социальной эволюции поэтому в истории вообще все повторяется и свидетельством тому вот выставка карикатур бориса ефимова которую спасибо площадке россии моя история и в якутске мы теперь провели с вами с которым начал показывать родился он в девятисотом году в 16 лет на река нарисовал карикатуру народянка дальше началась гражданская война и после гражданской войны он ну или входе нее начал как-то вот реализовывать свои талант 108 лет и три дня прожил 108 лет три дня но честно говоря 108 лет звучит не менее невероятно чем 208 потому что вот вчера я читал информацию самый большой долгожитель который сейчас жил на планете земля к сожалению скончался ему было сто четырнадцать лет но творчество то она доказывает что действительно история повторяется сейчас взять его карита карикатуре на нато там и так далее даже двадцать шестых годов на поле ноги и вот карикатура где гитлер в пылесос засасывает несчастных немцев как бы в армию комплекту это 1943 год так зеленский делать то же самое этой карикатуре ну фу фу у гуго сколько лет но что такое карикатура это остро с юмором выраженный смысл политического процесса и смысл политического процесса который был в третьем веке следующий страну под названием германия разгромленную в первой мировой войне оккупированную англосаксами передали в управление нацистским преступником с целью развязать войну в европе и напасть на советский союз что произошло на украине на украине страну захватили в результате государственного переворота англосаксы и передали в управление военным и нацистским преступникам с целью развязать гражданскую а следом и крупную европейскую войну и напасть на россию найдите отличие они в деталях масштабах в ходе событий небольшие отличия так вообще просто калька одного с другого события все повторяется в истории и не всегда повторяется как фарс потому что то что мы сегодня наблюдаем на территории украины это не фарс это даже не трагикомедия это просто трагедия но она прямо повторяет то что происходило в германии образца гитлера поскольку вышло уже 20 книг до этого то каждый раз когда ты выбираешь новую тему уже стараешься выбрать что-то ну такое очень важное и стараешься не повторяться тема терроризма меня давно интересовало потому что рассказывая каких-то других исторических событиях там все время упираешься в терроризм особенно если речь идет о двадцатом веке 19 веке и читая про ту волну террора который когда-то захлестывал нашу страну во времена народовольцев во времена николая второго ну собственно в новейшей истории россии мне захотелось разобраться а потом поделиться итогами для того разбора с читателями кто за этим стоит можно ли какие-то общие принципы выработать точнее проанализировать и терроризма мне кажется что у меня получилось поэтому когда вы спрашиваете коротко сказать о чем книга террор это инструмент воздействия одного государства на другое за террористами всегда стоят спецслужбы никаких террористов энтузиастов не бывает это вымирающий вид вот что-то кто-то где-то когда-то мог по какой-то своей иллюзии сумасшествию злобности попытаться сделать его сразу берут шею скручивают и все долгие террористические истории это всегда за этим всегда стоит государство причем не просто какое-то оно должно обладать навыками и умением смелостью это делать ну не знаю представьте но не знаю сейчас давайте вот в сегодняшнем мире какой-нибудь маленькое государство пытается угрожать большому так не бывает вот нас пытались убедить в 2001 году что афганистан как-то угрожал соединенным штатам америки или ирак с адамом хусейном значит вот якобы там готовит химическое оружие но ведь ни того ни другого не было в реальности руками террористов 2001 года управляли американские спецслужбы которые создавали определенную конфигурацию геополитики выгодную для вашингтона ну а саддама хусейна что было из доказательств вот там пробирочка да со стиральным порошком скорее всего поэтому вот этот вывод мне представляется очень фундаментальным и важным террор это всегда большая политика террор это всегда спецслужбы террор это всегда инструмент как вы считаете какая ваша миссия в этом я считаю моей задачей поделиться пониманием того как устроен мир вот переключить счетчик тумблер такой раз и вдруг увидел у меня в свое время он он тоже был выключенном состоянии и спасибо тем кто помог мне его включить а дальше я этим стараюсь делиться потому что многие взрослые люди они вот в этой политической картине мира который является фундаментальной как дети малые ну просто как 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 дети поэтому не а это важно понимать ведь стройте вы бизнес прекрасно строите но только на территории где вы его строите уже запланирована гражданская война на украине ну что будет с вашим бизнесом ничего не будет хорошего правда или вы собираетесь какую-то сферу развивать а завтра введут санкции потому что их неизбежно введут их не могут не ввести и будет разрыв китая с америка это наоборот откроет на определенные рынки то есть даже даже в бизнесе понимать куда идет мир и по каким законам он между собой взаимодействует очень важно в политике есть свои чужие через вот это проходит определенный водораздел задача чужих объяснить им нам своему противнику что на самом деле они свои противник с определенного этапа развития информационных технологий он лезет в голову солдату для того чтобы побудить его отказаться от сопротивления это уже вот информационная война но теперь дальше идут дальше голову каждому гражданину лежит совет есть как с этим вот бороться понять как устроен мир кто свой кто чужой все если вы понимаете что руководство россии выступает за россию на стороне россии заинтересована кровно в усилении россии в увеличении ее веса но вы как патриот россии на честь стороне должны быть своей страны ну конечно значит и руководство своей страны